Всем привет, вы на канале CryptoCommons. Никакой политики, никакого срача, только теханализ. Поехали. Итак, на недельном таймфрейме биткоин выглядит, конечно, хреново. Хреново выглядит биткоин. Сами можете видеть вот эту формацию, неопределенности. Хотя, с другой стороны, ничего плохого она и хорошего тоже не несет. Это у нас сужающийся диапазон. Разве что вот здесь красная точка после зеленой точки на сайфере. Как бы не очень это хорошо, наверное. И Parabolic SAR тоже у нас идет вниз на недельки. И от сетки AMA Ribbon мы тоже отверглись как от сопротивления. То есть по всем параметрам нам сейчас дорога вниз и никакого тузымуна. Тем более, сами знаете, что происходит в мире. На более младших таймфреймах картина тоже не особо, не сильно лучше, посмотрите. Первая точка сверху на Parabolic SAR, говорящая о продолжении даунтренда. Тоже красная здесь на сайфере, тоже AMA Ribbon. Не пробились выше нее, отвалились от нее вниз. Тоже, короче, отстой. Двухдневный таймфрейм. Тоже красный Money Flow, тоже падаем. Дневка. Вот на дневке уже поинтереснее, ребята. Я об этом хочу с вами поговорить. На дневке уже поинтереснее. Несмотря на то, что Parabolic SAR сверху еще, но у нас зеленая свеча Хайка Наша. Очень хороший откуп вот здесь вот. И в целом это все после дивергенции вот этой вот и вот глобально вот той вот, кто помнит лето и желтые точки. То есть, в принципе, это может быть у нас с вами глобальное W, а точнее локальное W. Внутри большей глобальной W. Напишите ко мне в комментарии сейчас, что вы думаете об этом сценарии. Четырехчасовик, опять же, смотрите, какой бычий отскок. И у нас были эти три желтые точки вот здесь, вот на этом дивере. На более локальном, опять же, W. Очень похоже, что это продолжение W в более глобальном, огромном W, друзья. Потому что, объясняю, нас попугали. Очень сильно попугали. Ну, как бы все в панике, все реально продают все активы. Что в такой момент активы могут сделать? За ту замунить. Опять же, я не думаю, что только доллар сейчас будет защитный актив от рубля, скажем, при этих санкциях. Во-первых, мы видим, как золото начинает расти и серебро. Во-вторых, доллар к рублю. Но я уверен, что и биткоин тоже покажет себя как защитный актив. Ибо, ребята, вот вчера я закрывался. Мне пришлось удалить вчерашнее видео, потому что очень много срача в комментариях. Пожалуйста, не надо. Ничего никому не докажете, слушайте. Я вчера говорил о том, что биток очень хорошо удержал. Я не зря закрыл вчера дэш на проливе, потому что дэш меня бы просто умыло по 77. А биток вообще удержал очень хорошо, если вы посмотрите. И на 12-часовике вот у нас парабольксар уже снизу, то есть бычий. И вот этот откуп мне очень нравится. Это бычье поглощение, бычье поглощающая свечка дневная. Да, вот она. И зеленая точка на дневке. То есть сигнал очень смешанный. Опять же, я еще раз вам говорю, на булранах нужно всегда сначала вытрясти всех и заставить поверить в то, что рынок медвежий. Заставили? По-моему, заставили. Могут еще свозюкать ниже и пробить вот этот лоу? Могут, конечно. И тогда технически эта картина уже станет, грубо говоря, уже не бычьего, а медвежьего рынка. Потому что до сих пор я вам напоминаю, что он бычий, так как у нас повышающиеся пики и повышающиеся минимумы. Технически он бычий. Вот. Поэтому этот зигзаг, направленный наверх, я все еще думаю, что будет пробить наверх. Что будет с альткоинами? Это, конечно, другой вопрос. Потому что доминация BTC тоже вроде как отскакивает. И после желтой точки. То есть тут как бы есть импульс к битсезону. Есть направленность в битсезон. Опять же, мы сейчас уже находимся в битсезоне по вот этой метрике альткоин индекс. Но мы можем очень быстро отпрыгнуть и в альтсезон, как это было вот здесь. Просто это вопрос времени. Сейчас биток начнет укрепляться, и альты тоже, я думаю, начнут укрепляться. В целом сегодня рынок зеленый, и индекс, и Мосбиржа, и акции все отскочило. Атом вон 9% дает. В общем, я думаю, что мы сейчас увидим очень хороший сильный разворот по типу как ковид-дампа. По типу как после короны дампа, когда никто не верил, все продавали на любом отскоке, искали точку входа в шорт, а на самом деле надо было просто лонговать. Но это лишь мое мнение, дисклеймер, не финансовый совет. Все ссылки в описании. Торгуйте аккуратно с риск-менеджментом. Обязательно на днях сделаю про это видео, про риск-менеджмент. Потому что, ребят, я уверен, что сейчас очень много хейтеров будет, которых слило на марже, ликвиднуло. Это всегда так происходит. И поэтому на этот случай я и говорю все время, что дисклеймер, что это все опасно. Тем не менее, мы видим хороший импульс. Походу, что мы идем переписывать 40 тысяч сейчас. 40 тысяч. И ближайшие цели мои по битку, да, это 42, 46 и 52. Вот куда-то туда я его вижу. А там, в принципе, я думаю, что он и дальше пойдет. Но может еще сквизануть перед этим. Вот. Короче, да, все ссылки в описании. Спасибо, что смотрите. Торгуйте аккуратно. А самое главное, ходите, ребят. На таких проливах просто докупайте спот и складывайте на леджер. И ходите. Ну и ни для кого уже не новость, наверное. То, что МС дал у нас в чате с утра, это было еще инсайдом. Сейчас это уже везде пишут, что якобы Россия легализует крипту, чтобы в обход доллара США, в обход санкций торговать. Ну, с Китаем через CBDC, юань, понятно. А со всем остальным миром, как Альсавадор, через биткоин. Но смотрите, как здесь прикольно. Здесь монетки. Лайткоин, Dash, Ripple и Ethereum на картинке. Ну, не знаю. Это так. Просто утешающий момент. Все ссылки в описании. Золото, серебро, лонг на Femex и PrimeXBT. Крипта тоже, походу, лонг. По Dash, конечно, подарки он дал нереальные. По Dash цели ближайшие тоже. Цели ближайшие мои 120, 140, 200, 300, 500 и косарь 200. Это мои цели. Дисклеймер, естественно, не финансовый совет. ETC, DOT, все выглядит отлично. Такие скидки, что заходи не хочу просто. А, ну и, конечно, если вы присматриваетесь к инвестициям в долгосрок, вы меня просили давно про проект Каста сказать. Я вам говорил, когда он помпанул с 2 центов на 2 доллара, что надо подождать. И вот сейчас монета входит в зону интереса. Посмотрите, ее сдули на 20 центов и, в принципе, начинают откупать по 25. Я лично подбирал бы вот эти уровни как раз. То есть 20 центов, 15, если дадут, 25. На мой взгляд, в долгосрок это отличная цена. Потому что, ну, ребят, проект, сейчас запустится приложение. Потом он, конечно, еще может пофлетит. Пофлетит годик, там, полтора. Но в целом он обречен на To The Moon. Потому что это не скам. Это реально second layer solution. Это типа PayPal для крипты, который мутит мои знакомые. Тем более я им доверяю. То есть это Карл и Карл. Проект офигенный. Я буду его набирать и по 20, и по 15 центов. И цели первые там, ну, гораздо выше 2 долларов. То есть я думаю, он и 20 долларов может стоить. Чего нет-то? И 200 может стоить как бы. Дисклеймер, конечно же, не финансовый совет. Но вот каста выглядит очень хорошо. Bitdao, в принципе, тоже выглядит неплохо по доллару 20. Но Bitdao я бы подождал. Мне кажется, его еще ниже доллара могут опустить. Потому что, ну, мы не знаем цену пресейла. И на аукционе все по 2 доллара залетали. Airdrop'ом там чуть-чуть добавляли. Короче, вот именно инвест, долгосрок, без плеча, ходл. Это, на мой взгляд, каста и Bitdao, ребята. Но напишите мне, что вы думаете об этих проектах. То есть Bitdao, это как BNB на ранней стадии развития. Я думаю, он будет. И по 100 долларов может быть. А чего нет-то? Когда-то. И каста тоже. Жду To The Moon. Ну, а хеджируй с золотом, серебром, как я вам уже рассказывал. И альточками. Все. Всем профитролей. Спасибо, что смотрите такую нелегкую минуту. Всем желаю добра, мира, счастья и удачи. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok